я точно могу начинать потому что тут ничего не появилось у меня параллельный вид youtube и там ничего не появилось здравствуйте ребята мы сегодня с вами начинаем наш большой этап наш с вами в один путь который который на котором мы с вами узнаем или повторим все олимпиадную ботанику которая вам понадобится для всего того большого олимпиадного движения которые есть в нашей стране ну и конечно же в первую очередь я ориентируюсь на этапы всероссийской олимпиады школьников вот у нас скоро предстоит школьный этап кстати я напоминаю вам что вам следует зарегистрироваться на школьный этап на насколько по на школьном портале если у вас будут какие-то вопросы по этому поводу то алина рамильна может скинуть инструкции как это делать вот в чат о котором в котором вы узнали про наш с вами кружок также скоро стартует московная олимпиада она в этом году будет 7 по 11 класс и там будут практические туры это кстати очень здорово потому что вы прекрасно знаете что на всероссийской олимпиаде на региональном этапе или есть практические туры если вы будете активно участвовать маска в олимпиаде у вас будет возможность потренировать свои руки потренировать свое ощущение в практику мох это в любом случае полезно для тренировок так что я призываю вас участвовать в Подмосковной Олимпиаде, как минимум ради практических занятий, потому что вам это будет очень полезно. Все организационные вопросы, которые нас с вами ожидают относительно нашего кружка, относительно формы проведения, относительно тестирования и так далее, вся эта информация появится в чате позже, Алина Рамильна все вам расскажет и если нам вы наглядно покажете. Мы сегодня с вами начинаем с того, чем мы с вами занимаемся, а именно мы занимаемся своими растительными организмами. Естественно, мы должны с вами вспомнить про то, что такое растительная клетка. Я знаю, что из чата я вижу, что здесь у нас есть семиклассники, если я не ошибаюсь, вроде как я видела и шестиклассников. Знаете, что наш уровень – это Олимпиадный уровень, поэтому будет много незнакомых слов. Если у вас возникают вопросы, пожалуйста, в чате смотрите. Не смотрите, в чате пишите свои вопросы, я постараюсь на них ответить обязательно. В любом случае, мы с вами, я подробно буду объяснять непонятные слова несколько раз. Если на слайде будет присутствовать какая-то информация, которую, например, не нужно смотреть младшим ребятам, я тоже об этом скажу. Ну что ж, давайте начнем. Я забыла представиться, но тут на слайде видно. Меня зовут Екатерина Алексеевна, кто не знает. Ну что ж, давайте. И первое, с чего мы с вами начнем, это вспомним о том, что растения – это автотрофные организмы. Важно, конечно же, отметить, что это не просто автотрофные организмы, а фототрофные организмы. То есть это существа, которые получают свою энергию при помощи, соответственно, фотосинтеза, а фотосинтез используют энергию солнца для того, чтобы преобразовывать все это в химические связи. Но в растении есть еще очень интересный ограничивающий фактор, хотя, конечно, возникает вопрос, насколько он ограничивающий. Подавляющее большинство растительных организмов ведут прикрепленный образ жизни. Не всех, но многие. И вот вопрос, вот эта вот автотрофность и прикрепленное существование, насколько ограничивают растительный организм, насколько они заставляют его быть другим относительно, например, нас, животных. Когда я произношу слово животное, вы всегда должны обращаться к себе, как к человеку, как к млекопитающему, насколько они отличны. И вот что самого важного, отличительного есть в растительном организме. Сейчас мы говорим не только про клетку, а вообще про организм. Ну, конечно же, это фотосинтез. Что это такое? Вы узнаете потом или вы уже знаете. Следующий аспект очень важный – это минеральное питание. Мы с вами не задумываемся, если у нас нет каких-то, не дай бог, болезней или каких-то странных проявлений, мы не задумываемся о том, какой набор микроэлементов мы получаем из еды. То есть, если у нас балансирование питания, мы не считаем там микрограммов, сколько там, не знаю, бора или селен мы получили. Ну, только, опять же, повторюсь, если, к сожалению, у нас нет каких-то там заболеваний. А растительные организмы относятся бережно к каждому микромолю, наномолю вещества, которые они изымают из почвы. Потому что им это достается, зачастую, очень-очень дорого. И то, как у них выстроена система взаимоотношения с минеральными веществами, которые они получают из вне, она очень сложная. Это не означает, что у нас она простая. У них она принципиально другая. Дальше, что тоже очень важно, метамерное строение. Мы с вами, нас очень сложно назвать метамерными. Что такое метамерность? Это вот, вот у вас есть такой блок похожий. И вот вы из одинаковых блоков, которые могут чуть-чуть отличаться друг от друга, состоите в последовательности. Ну, что это такое? Вот у нас есть узел, междоузел и следующий узел. Вот у нас минимальный метамер. Есть вегетативные метамеры, есть генеративные метамеры, есть переходные. Но, тем не менее, такая метамерность строения. Это тоже накладывает свой отпечаток, как минимум, на физиологические особенности точно. Я, как физиолог растений, в первую очередь, могу сказать, что там с этим связана тоже особая физиология. Дальше. Наша с вами стадия развития детства, юношества, отрочества, всякая вот эта история, она, в принципе, у нас никогда не зависит от внешних условий. Ну, то есть как? Она может зависеть от того, голодаете вы или нет. От этого, конечно, она зависит. Но, в принципе, от сезонности она не зависит. Вот вы наращиваете свою биомассу и наращиваете. У вас мозг развивается и развивается. У растительных организмов все зависит от внешних условий. Я могу себе позволить, мой вегетационный период достаточен для того, чтобы я смог процвести. Мне достаточно элементов минерального питания, чтобы начать свести. А я вообще могу получить достаточное количество элементов минерального питания из почвы? И, отвечая на эти вопросы, я понимаю, что стадийность развития растений сильно зависит от внешних условий. Проблема ли это? Вопрос. Но то, что растения к этому приспособились, однозначно. Далее. То, чем мы вообще не обладаем, я не знаю, к счастью или нет, у растений постоянный рост. В потенциале, если это не ограничено генетическими факторами, ну, например, если ты свеколка, то у тебя постоянный рост под вопросом, потому что ты живешь два года. А вот если ты какая-нибудь, у меня за окном тут каштан, правда, есть уже коричневый, но тем не менее, в потенциале вот этот прекрасный каштан может расти всю жизнь. Чем ограничивается его рост? Внешними условиями, окружающими факторами. Может быть, сверху у него плита лежит, он больше не может расти. Но в потенциале у растительных организмов заложен постоянный рост. Дальше. Особенности эмбрионального развития, которые тоже зависят, конечно же, и от внешних условий, но еще они, то, как эмбриологически называют стольные растения, не совсем одинаково у разных систематических и токсономических групп. Например, если мы возьмем какие-нибудь архидные, то в семени у архидных как такового нормального зародыша-то нет. И это, конечно, особенность эмбрионального развития, в отличие от гороха, у которого там нормальный, красивый зародыш. Дальше. То, чем мы тоже не обладаем, это растение с зачатками. Ну, как бы, если детеныша можно назвать зачатками, то, наверное, так можно сказать. Но это некорректно, да, потому что семя – это особая структура, которая представляет из себя суперминиатюрненькое растение. Но, опять же, в зависимости от систематического положения. Вспоминаем архидеи, у которых в семенах как такового зародыша-то и нет, да, поэтому там их миниатюры вообще. Но, тем не менее, тоже такая растительная особенность. И все эти растительные особенности, естественно, вызывают физиологические изменения. Надо подстраивать физиологию под те условия, в которых ты живешь. Это и механизмы устойчивости, это борьба с всякими паразитами, грибами, бактериями и так далее. Все это влияет на физиологию. И, как следствие, это влияет и на анатомические особенности. И вот сегодня мы с вами будем говорить про анатомические особенности растительной клетки. Какие органеллы присутствуют в растительной клетке? Какие отсутствуют? Почему эта органелла меняется на другую? Зачем это? Как говорит наш заведующий, как говорится, Александр Михайлович Носов, что только физиолог растений может позволить себе вопрос «Зачем?». Вот я как физиолог растений могу себе позволить, надеюсь, могу себе позволить задать себе такой вопрос. И, надеюсь, я смогу объяснить вам, зачем те или иные органеллы нужны в растительной клетке. Итак, соответственно, давайте мы сначала вспомним общие черты растительных и животных клеток. К сожалению, мы с вами немножко в другом формате общаемся, поэтому я буду сама рассказывать, а вы, соответственно, слушайте. Ну, конечно же, самая главная, объединяющая особенность растительных и животных клеток, еще раз, под растительными клетками, под растительными клетками я понимаю, например, клетку каштана, который растет у меня за окном, то есть это систематическая группа эмбриофитов, а под животными я понимаю, например, нас с вами, человека, питающий, да, мы сейчас не берем каких-нибудь там хламидоманат и так далее. Вот когда я произношу слово растительная клетка, вы сразу в голове представляете себе конский каштан, который растет у кого-то за окном, у кого-то не растет за окном, да, а когда мы говорим про животных, вы сразу говорите, а, вот у меня, вот, да, просто, чтобы понимать. Итак, первое, что нас объединяет, это, конечно же, наличие ядра, двухмембранный, прекраснейший, замечательный органеллы, который содержит ДНК, там же может происходить синтез РНК, в общем, замечательный органелла. Что там, как там будем опоздать потом? Конечно же, это эндоплазматический ретикул или эндоплазматическая сеть, называйте как хотите, все зависит от тех учебников, которые вы читаете, либо ЭПР, либо ЭПС. Что там происходит, тоже будем обсуждать отдельно. Аппарат Гольджи, замечательный, красивый, кстати, вот на фотографиях ультраструктурных очень красиво выглядит аппарат Гольджи, там, верхняя, нижняя часть тоже будем сегодня обсуждать. Митохондрии, да, энергетические станции клетки, классическая фраза из школьных учебников, энергетическая станция клетки, да, место для синтеза, конечно же, в растительном организме они имеются. Следующая органелла, существование которой не всегда пишется в учебниках, но мне тут мои студенты прислали учебники, школьные учебники из Белоруссии, и я поняла, что там такой высокий уровень, я правда не понимаю, зачем, вот, но у них вот школьный уровень знаний намного выше, соответственно, олимпиадное движение их намного сложнее, но, к сожалению, ребята-победители белорусских олимпиад не имеют вообще никаких преференций в наших кузов, хотя, если они выигрывают те олимпиады того уровня, да, то, ну, там знания, конечно, совершенно другие, нежели, чем у наших олимпиадников, вот, я просто была потрясена, поэтому я и рассказываю. К слову, почему я это вспомнила, у меня недавно был семинар с моими студентами, вот эта девочка, она победительница олимпиады аналогов серосов в Белоруссии, а у ребят, которых я преподаю, это почвоведы, у них у многих биология была где-то такой, и максимум в школе, и я вот им говорю, что ребята, вот такая вот органелла, скорее всего, они не знаете, в школе не проходите пероксисома, девочка из Белоруссии дианеза говорит, в смысле не знаю, я вообще-то знаю, и вообще-то я знаю, что у растений есть особый тип пероксисом, который называется пероксисома, я знаю, стою у доски, такое, здравствуйте, девочки из Белоруссии. Меня это правда потрясло, потому что вообще в школьных учебниках среднестатистических слово пероксисома не всегда произносится и не всегда описывается, хотя очень-очень важно органелла, потому что там место протекания многих описывательных процессов, а в растительных организмах там происходят вообще удивительные процессы, которые, к сожалению, нам с вами не используются. Следующая органелла – это лизосома, но тут можно быть очень аккуратным, потому что если мы говорим про животные организмы, то термин лизосома устойчив и означает, что это место, где сосредоточены литические вуколи, там, где что-то, значит, расщепляется. У растений не совсем корректно говорить слово лизосома, корректнее сказать литическое вуколи, потому что литическое вуколи – это разновидность растительной вуколи, которая является отличительной особенностью. Кстати, правда, сейчас современные статьи говорят, что в принципе нет никакого различия между лизосомами и литическими вуколями, но тем не менее вопрос до сих пор остается дискуссионным. Но корректнее говорить, что у растений литические вуколи. Следующий объединяющий такой объединительный такой термин и органелла, в принципе можно назвать органелла, это цитоскелет, это набор микротрубочек, микрофиламентов и промежуточных филаментов. Там есть, конечно, отличия у растений и у животных, но тоже будем говорить отдельно. И, конечно же, плазмолема или цитоплазматическая мембрана, или, ну вот слово, кстати, клеточная оболочка некорректно, да, говорить? Вот так, цитоплазматическая мембрана, плазматическая мембрана, плазмолема. Я всегда называла плазмолема, мне так трудно. Это те органеллы, которые являются общими между растительными и животными клетками, но опять же, у растений не все, как у людей, в прямом смысле этого слова, поэтому там есть некие особенности. А давайте вспомним, какие же основные отличия, что кардинально отличает растительные клетки от животных. Итак, что же это такое? Ну, во-первых, это, конечно же, клеточная стенка. Почему я сказала, что плазмолему не совсем корректно называть клеточной оболочкой? Потому что, когда вы говорите про растительные клетки, под клеточной оболочкой можно понимать и плазмолему, и клеточную стенку, а можно понимать все вместе взятое. И тут вы утыкаетесь в проблемы терминологии, и кому это надо? Ну, вообще-то никому не надо. Поэтому клеточная стенка – это клеточная стенка, плазмолема – это плазмолем. Что такое клеточная стенка? Из чего она состоит? Конечно, мы с вами будем обсуждать здесь просто в общем. То, что вытекает из наличия клеточной стенки – это плазмодесмы. Плазмодесмы – это особые клеточные контакты, которые встречаются, в частности, у растительных организмов. Если мы с вами, как животные, чаще используем так называемые щелевые контакты, когда у нас мембрана к мембране плотно привыкает, ну, у нас просто физически нет клеточной стенки, зачем нам плазмодесмы, то у растительных организмов основным типом клеточного контакта является плазмодесма. Опять же, почему? Потому что там клеточная стенка. Это в прямом смысле практически дырка между двумя клетками. Сразу скажу, что наличие плазмодесмы объединяет практически все клетки друг с другом. Есть особые клетки, у которых практически минимизировано количество плазмодесм – это меристематические клетки. А вот в целом глобальное растение можно смотреть как на одну гигантскую полиплоидную клетку с кучей-кучей перегородок. Если очень огрублять это все вместе взятое, то получается так, что растение – это одна гигантская полиплоидная клетка. Но есть более красивый термин, который очень часто использует господин Тимонин. Он называет это слово фрагмобластема. Это звучит, конечно, симпатично. Следующая, конечно, особенность – это пластиды, хлоропласты. Все вы прекрасно это знаете. Из-за того, что есть хлоропласты, это гораздо более жесткий и тонкий генетический контроль, потому что у нас образуются клетки три генома – это ядерный геном, пластидный геном, это хондриальный. И вообще-то все они должны быть связаны друг с другом. Вы не имеете права что-то делать в митохондрии, если об этом не узнает хлоропласт и тем более ядро. Метахондрия решила умереть, например, потому что с ней что-то такое произошло. Ты должен сообщить об этом. Ты должен сообщить об этом ядру. И в идеале еще сообщить хлоропласт. Потому что физиологическая взаимосвязь между дыханием и фотосинтезом очень тесная. Она зависит от времени суток, она зависит от циркадных режимов. И что тогда делать, если вы не скорректируете работу этих трех геномов. Поэтому это накладывает очень большие физиологические особенности и, собственно, особенности контроля на растительную клетку. Следующая особенность, это, конечно же, выколь. Вы-то про нее все знаете. Запасная выколь. Тоже обсудим отдельно. То, что не всегда, кстати, присутствует в школьных учебниках, это то, что у растений отсутствуют центриоли. То, к чему крепится нить веретена деления, когда происходит деление животных лет. Но, может быть, вы знаете, а может быть, и не знаете, что центриоли – это не самое важное в том, что называется том-то центром организации микротрубочек, где в норме, не делящиеся клетки. Две центриоли располагаются перпендикулярно друг к другу. А очень важны те белки, которые окружают эти центриоли. Вот эти белки у растений есть. Конечно, не в полном составе, как у животных клеток, но белки-то есть. Да, центриоли нет, но белки-то есть. И растительная клетка же как-то делится. И вот из-за того, что нет центриоли, у растений есть еще одна особенность, которая называется прогмопласт. Тоже расскажу, что это, покажу, как это. Это то, при помощи чего и как делится растительная клетка. Но еще очень-очень интересная особенность растительная – это тотипатентность. Ну, определение звучит как? Что любая клетка может при определенных условиях дать начало новому растению. Это, конечно, да, но только в искусственных условиях. Потому что если вы одну маленькую растительную клеточку кинете где-нибудь вот на землю, она не даст вам целого растения. Она, скорее всего, погибнет, потому что там не будет подать еды, условия и так далее. Но в потенциале, о чем этот термин? Вспомните, пожалуйста, что происходит с растениями, если, например, у вас есть дерево, и по какой-то причине вы ранили дерево, ну, например, так, не знаю, да топором рубанули случайно, да, вот так раз, и образовалась такая зарубка. Что, растения оставили это в таком виде? Нет. Что произойдет? Живые, не мертвые, мертвые клетки ничего не могут. Живые клетки на этих границах поранения начнут дедифференцироваться, то есть они откатятся фактически в такое полумеристематическое состояние, начнут делиться, заполняя эту рану, и образуется так называемая раневая меристема или каос. Так вот, тотипатентность – это протон, что фактически любая растительная клетка способна дедифференцироваться, способна откатиться вот в это исходное состояние и дать начало новому организму, потому что сначала мы нарастим определенный пол биомассы, в идеале, конечно, подействовать гормонами, в идеале обязательно подействуем какими-нибудь гормонами. Так вот, на тотипатентности построена вся современная растительная биотехнология и изучение того, как растительная клетка откатывается назад, одинаковые условия мы должны создавать для разных систематических групп, чтобы вырастить эти растения из карлоса. Это все вопросы биотехнологии, как мы будем выращивать на твердой среде, на жидкой среде, какая у нас, ну, в общем, много-много вопросов, и это все биотехнологии. Итак, давайте начнем с нашей первой органеллы, которая является общей для всех. Это ядро. Что вы о ней знаете? Ну, конечно, вы знаете, что там двойная миграна, что есть особые-особые структуры, которые называются ядерные поры, они по-особому устроены. Это не просто дырка в мембране, потому что так нельзя делать, потому что для того, чтобы попасть в мембрану, нам нужен определенный сигнал. Просто так в ядро попасть нельзя. И выйти из ядра просто так нельзя. Вы должны обладать определенный метр. Вот устройство поры определяет то, какая метка должна быть у того или иного вещества, чтобы зайти и выйти, соответственно, из ядра. Посмотрите, пожалуйста, на левую фотографию. Такой тип фотографии делается при помощи сканирующей электронной микроскопии. Так как мы с вами будем делать анатомию, то очень часто я буду показывать фотографии, вот эти вот такие серые, в оттенках серого. И вы должны будете научиться различать, при помощи какого микроскопа были сделаны те или иные фотографии. Сканирующая электронная микроскопия показывает нам строение поверхности того или иного органа, который мы хотим. Вот здесь мы видим, как выглядит поверхность мембраны ядра. Соответственно, нуклеопор, да, это ядерный упор, и вот они так близок расположены. Эта фотография сделана при помощи сканирующей электронной микроскопии. Никакой ультраструктуры, вот среза, да, мы здесь не видим. Это строение поверхности, просто снято при очень-очень большом увеличении и при очень хорошем контрасте. Чтобы попасть в ядро через центральный транспортный канал ядерной поры, необходим сигнал ядерной локализации. Это прямо стоявшийся термин, сигнал ядерной локализации, который не отщепляется от белка при попадании в ядро и позволяет несколько раз входить или выходить из ядра. Или если же предполагается, что вы вошли туда один раз и больше не выходите, то, соответственно, этот сигнал ядерной локализации отрывается. Если у вас его нет, вы не войдете в ядро и не выйдете от ядра. На этом основана регуляция всего, пожалуй. Если у вас какой-нибудь ген, который должен воздействовать на какой-нибудь промотор в ядре, а у вас так построен механизм, что у вас не образовалось ниоткуда этого сигнала ядерной локализации, то этот механизм не сработает. Нет сигнала, нет ядра. Дальше. Следующая наша с вами органелла – это эндоплазматический ретикул. Я привыкла говорить слово «ретикул». Не знаю, меня так научили, вот я, значит, привыкла говорить. Но не будет никакой ошибки, если вы скажете «эндоплазматическая сеть». Дальше. Если мы посмотрим внимательно, соответственно, на вот эти замечательные картиночки и фотографии, то что мы с вами увидим? Мы с вами увидим, что ЭПС, по сути, это вырост внешней мембраны ядра. То есть это такое логическое продолжение, особенно вот здесь, вот это хорошо видно. При этом вы все прекрасно знаете, что эндоплазматический ретикулум бывает двух видов. Соответственно, есть глотиноплазматический ретикулум и шероховатый. Или по-другому это называется гранулярный и агранулярный. Называется как хотите. Итак, какие же функции есть у эндоплазматического ретикулума, если мы говорим про растения? Тут я предполагаю, что из школьной литературы вы помните, какие функции в школьном учебнике перечислены для ЭПР. Итак, что же касается растений? В первую очередь, мы и у животных то же самое, это правильное сворачивание белков и образование правильной связи. В общем, если мы говорим про шероховатый ЭПР, там сидят рибосомы, когда происходит считывание соответственно информации с РНК, то у нас образовалась некая ненаписуатная последовательность. Но это же не белок, нам же нужно сделать белок, нам его надо как-то раз свернуть, два свернуть, три свернуть, можно четыре свернуть, и получится действующий белок. Вот правильное сворачивание белков, первичная, вторичная, тактичная структура, это все про ЭПР. Тут, конечно, все зависит от того, какой у нас белочек, потому что есть белки, которые состоят исключительно из аминокислот, а есть белки, в состав которых входит какая-нибудь еще другая молеку. Ну, например, фотосистема. Это гигантский белковый комплекс, в состав которых входит что? Входят пигменты. Пигменты – это не белковая молеку. Вот чтобы вставить вместе пигмент в белковую молекулу, там тоже надо постараться. И это зачастую происходит не в эндоплазматической лектикуле. Дальше. Гликозилирование белков, присоединение сахаров, тоже может происходить в ЭПР. Транспорт белков к аппарату Гольджи – это тоже важный аспект, потому что белок не может просто взять, выйти из эндоплазматического лектикула, и, значит, погрызти сквозь цитоплазму. А где же тут мое место работы? Нельзя. Почему? Потому что в цитоплазме много всяких ферментов, которые начнут этот белок кусать. Ну, потому что ничего в цитоплазме просто так плавать не может. Там все подчинено системе контроля за всем и всяким. И если непонятно, какой белок. Тут вырвался, значит, из ЭПР и куда-то поплыл. У всех паника, ахтунг, что делать, почему это вообще куда-то плывет. Поэтому транспортировка белка до места его работы будет происходить в визикулах. Что такое визикула? Визикула – это одномембранный пузырек, внутри которого содержится нечто. Ну, в нашем случае белки, которые, например, будут работать в плазмолине. Если белок у нас полностью свернут в ЭПРе, шикарно. Но если в него нужно еще что-нибудь так вставить, что-нибудь еще доделать, то он будет транспортироваться в аппарат Гольджи. А нужно же еще наложить связь между ЭПРом и аппаратом Гольджи. Это тоже важная особенность. Дальше. Деградация белков и направление их стазотной деградации. Не все же белки работают 24 на 7 и 365 дней в году. Они могут ломаться или не нужны сейчас эти белки по какой-то причине. Нужно их очень аккуратненько утилизовать. Это тоже проходит через эндоплазматический ретиплум. Дальше очень важная функция – это биосинтез липидов и образование липидных капель. Все мембраны – это кто? Это липиды. А где вы будете их делать? Какие вы будете делать липиды? Вы будете делать фосфолипиды, сульфолипиды. Для каких функций вы будете их делать? Для какой органеллы вы будете их делать? Какой у вас будет жертвенокислотный состав этих липидов? Все это отличается в зависимости от того, какую мембрану мы собираемся делать. И вот это все делает эндоплазматический ретиплум, что тоже очень-очень важно. Дальше. Межклеточные взаимодействия через плазмодесмы. Когда буду говорить про клеточную стенку, расскажу о чем это ДПР. Ну и тоже очень интересная история – это ДПО кальция. У нас с вами гораздо большую роль в депонировании кальция верая ДПР, потому что у нас с вами есть саркоплазматический ретикулум, при помощи которого я вот тут сейчас беру и сгибаю, соответственно, свои мышцы, потому что там депонируется кальций, и когда надо, он выпускается, и что у нас получается? У нас получается сокращение мышц. Это, конечно, очень упрощенно. Наверное, физиологи «Человек и животные» меня бы сейчас запинали, потому что я непоследовательно излагаю мысль, но принцип примерно такой. У растений нет саркоплазматического ретикулума, потому что в депонировании кальциями участвует не только ЭПР, а еще клеточная стенка, которой у нас с вами просто физически нет. Следующая наша с вами органелла – это аппарат Гольки. Итак, у нас в ядре есть ген, который кодирует некий белок. Мы считали РНК, РНК пришла к эндоплазматическому ретикулуму. Сейчас я очень упрощаю, может быть, не так, но сейчас еще раз очень все сильно упрощаю. В эндоплазматическом ретикулуме у нас считалась информация, получилась некая аминокислотная последовательность. Вот она там как-то частично свернулась, но нужно что-то в нее добавить, может быть, или как-то дорихтовать, или нужно транспортировать в какое-то определенное место. И потом визикулы из эндоплазматического ретикулума перемещаются к аппарату Гольджи. Самое интересное, что у аппарата Гольджи есть две стороны. Есть верхняя сторона и есть нижняя сторона. Верхняя сторона, соответственно, туда входят визикулы от эндоплазматического ретикулума. Посмотрите, тут даже на картинке это показывают. И последовательно, проходя через все цистерны, наши белки достраиваются, если надо. Если не надо, то просто переходят из цистерны в цистерну. Конечная цистерна содержит как бы несколько путей, куда это может отправиться. Это может отправиться в метафон, в параплаз, в лазмолему, неважно куда. Аппарат Гольджи это не только дополнение к структурированию белков. Это еще некий такой, как же это называется, там где автобусы стоят, автостанция. Это что-то типа автостанции. Смотрите, пожалуйста, налево на картиночку. Вот эта картинка сделана при помощи ТЭМа, трансмиссионной электронной микроскопии. На этой картинке, на этой фотографии мы видим ультраструктуру клетки, видим ультраструктуру аппарата Гольджи. Почему она такая черно-белая? Потому что для контрастирования этих фотографий применяется осмех. Ядовитая штука. Но лучше пока не придумали осмех. Поэтому там все, то, что более контрастно, где больше осмех, то более черное. Куда осмех не осел, там ничего нет. Что мы здесь видим? Вот эта ультраструктура. Соответственно, есть цис-сторона аппарата Гольджи. Это, собственно, верхняя, куда входят физиклы. Есть транс-сторона аппарата Гольджи, где находится точка автостанции, условно говоря. Вот, какие? Ну да, все то же самое, только в более красивой картиночке. Еще раз, у нас есть цис-сторона, куда приходит транспортный физикл. У нас есть транспортная сторона, где белки распасовываются по физиклам и отправляются куда-то. Вспомним, что для того, чтобы лопать ядро, нужен сигнал ядерной локализации. На самом деле, для того, чтобы визикула отправилась к месту своей работы, ей тоже нужны определенные маркеры на поверхности липидного слоя. Как мембрана, как, например, флозмолема скажет, о, это точно ко мне. Как она узнает, что в этой визиклу белки, которые должны в ней работать. Визикулярный транспорт и исследование визикулярного транспорта – это тоже отдельная область, как для физиологов человека и животных, так и для физиологов растений. Ну, кстати, для физиологов микроорганизмов тоже самое. Что нужно навесить на визикулу для того, чтобы это пришло, так, в флоропласт или туда, или сюда? Должны же быть какие-то разрешительные документы о том, что тебе позволено работать здесь и слиться с этой мембраной. Ведь как происходит перемещение белков в мембрану? Она просто сливается, этот визикул сливается с мембраной и выпускает как бы свои белки в мембрану. Ну, надо же слиться. Плазмолема же должна позволить визикулу лесовой слиться. Для того, чтобы это произошло, нужны определенные маркеры на поверхности. И в зависимости от того, куда пошла визикла, маркеры разные. Поэтому мы и говорим о том, что одной из важнейших функций аппарата Гольджа является сортировка и транспорт белков. Это на словах звучит просто, а на самом деле там еще нужны определенные маркеры навесить на эти визикулы, чтобы ушло туда, куда нужно. Дальше. Так как у нас с вами нет формирования срединной пластинки при делении, а у растений есть, то особенностью аппарата Гольджа растительного является то, что он участвует в формировании срединной пластинки. Но это, кстати, происходит ровно потому, что там происходит синтез полисахаридов и протеобликанов для клеточных стен. Короче, там происходит синтез мононеров для клеточных стен. А так как он там происходит, а срединная пластинка – это как бы один из вариантов клеточной стенки, то, естественно, аппарат Гольджа в этом участвует. Дальше. Следующая наша с вами органелла, если так можно выразиться, это цитоскелет. Цитоскелет состоит у растений, состоит из трех типов белков, белковых нитей. И все-таки это белковые нити. Есть тубулиновые трубочки, есть актиновые трубочки. Ну, в принципе, что-то похожее есть у животных. То есть есть микротрубочки и микрофиламенты. Микротрубочки состоят из тубулиновых нитей, микрофиламенты состоят из актиновых. Они различаются в диаметре. На самом деле, в итоге, они различаются по типу транспорта, который при помощи них идет. То есть тоже разнообразная всякая история. Но есть еще одна особенность в растительном цитоскелете. Это промежуточные филаменты. Они так названы, потому что они состоят из разных типов белков. И если у нас с вами цитоскелет несет функцию, которую декларируют название цитоскелет, а скелет цитоцитоклетки, да, у растений этого не надо. У них есть клеточная стенка, что-то типа экзоскелета. И тогда получается, что цитоскелет не несет вот этой вот суперопорной функции. Это не означает, что для растительных клеток она не важна. Важна. Но функциональная нагрузка на цитоскелет другая. И в частности, поэтому получаются вот эти промежуточные филаменты. Весикулярный транспорт там гораздо более тонко настроен. Почему? Ну, потому что еще появляются вот эти вот ужасные органеллы пластили. У них свой геном. Они все сами хотят. А очень часто же пластили делятся не тогда, когда делятся клеточки. Пластили делятся тогда, когда им хочется. Там особый везикулярный транспорт. Нужны, может быть, дополнительные филаменты. Вот они появились. Но это, кстати, предположение, да. То есть это не доказано. То есть исследование промежуточных филаментов и в каких процессах они участвуют, это тоже сейчас такая... На переднем крае исследования история. Тоже очень красиво. Вот эти фотографии сделаны при помощи флуоресцентного микроскопа. То есть это третий микроскоп. Мы знаем уже с вами сканирующую электронную микроскопию или это называется СЭМ. Соответственно, сканирующий электронный микроскоп. Это когда мы исследуем поверхность. Второй вариант. Это трансмиссионная электронная микроскопия или ТЭМ, или трансмиссионный микроскоп, или ультраструктурный микроскоп. Но зайдите как хотите. Это когда мы видим ультраструктуру клетки, внутреннее содержимое клетки. При помощи этого микроскопа мы можем видеть органеллы внутри клетки. Не поверхность клеток, а внутри клетки. А это третий тип микроскопии. Это флуоресцентная микроскопия. Но для того, чтобы увидеть, что кто-то где-то почему-то светится, мы должны использовать очень специфическую штуку, которая называется флуоресцентные белки. То есть в идеале мы должны как-то заставить нужную нам область светиться. Как это делается, наверное, вам расскажут на генетике или на геохиме. Я не знаю, где-нибудь вам расскажут. Здесь просто это долго делается, но это очень красиво. Очень красиво. А результатом вот этой красоты являются вот эти фотографии. Это, к сожалению, черно-белая, но это просто статья такая, более старая. А это уже цветная. Флуоресцентный такой уже белок, зелененький, красивенький. Что мы здесь видим? Мы здесь видим перераспределение актиновых и тубулиновых нитей. Что показано на левой фотографии? Как вы понимаете, это замыкающие клетки устиц. И то, как происходит перераспределение нитей цитоскелета в зависимости от того, открыта у нас устица или закрыта. Где-то они располагают жестко-продольно, где-то их больше, где-то их меньше. Что за буковки ABA? Это абсцизовая кислота. Абсцизовая кислота. Абсцизовая кислота – это гормон, который может регулировать открытие и закрытие устиц. Это все, что пока вам нужно об этом знать. Ну а что у нас здесь справа? Это трихома. Трихома, потому что три. Правда, не все трихомы имеют три луча, иногда они имеют два луча. Но первое увиденное было с тремя, поэтому назвали трихомы. Красивые такие штучки. И, соответственно, как они формируются и как перераспределяются нитей цитоскелета внутри этих трихом. Тоже очень красиво. И еще раз повторюсь, эти фотографии сделаны по помощи фуоресцентного микроскопа. Тоже очень красивая история про то, что визикулярный транспорт никуда не деться, но транспортируются же не только визикулы, транспортируются и органеллы из точки А в точку Б. Я приведу, естественно, физристологический пример. Представьте себе, что вы, вот моя рука, это лист. Значит, я какое-нибудь растение, которое растет, в общем, полдень, 12 часов дня. Солнце шпарит нещадно. И вот, значит, сюда падает лист. Почему-то я вот дурацкое, неумное растение. Я расположила лист ровно перпендикулярно под солнечным лучами. Вот что-то у меня там в голове произошло. Я не могу его никак повернуть. Потому что в норме я бы просто повернула бы лист. И тогда бы площадь, которая подставлена в солнце, уменьшилась. Но представим себе, что я глупое растение. Что мне делать? Как мне уменьшить количество улавливаемых квантов света? А можно же перераспределить хлоробласт внутри одной клетки таким образом, чтобы солнце падало не на их продолговатую часть, а падало на их торец. Тогда вы уменьшите количество квантов света, выпадающих на пигменты, и вы уменьшите вот эту вот фотонагрузку, которая у вас возникает из-за того, что вы не очень умное растение, неправильно расположили лист. Но даже если вы умное растение, и вы отрегулировали свой лист относительно падающих лучей света, вам все равно нужно это сделать. Потому что в 12 часов по полудни где-нибудь в пустыне Сахара слишком сильно шпарит сон. А в тороплоках, конечно, тоже там вообще близко сон. И там дольше длится вот это вот фактически вертикальное падение лучей. Как перераспределить хлоропласт относительно источника света? Ну, во-первых, это должны сказать фоторецепторы, куда их нужно поставить. Но для того, чтобы это сделать, нам нужно изменить положение нити цитоскелета и поставить органеллу в то место, куда она должна быть. Где она должна быть. Поэтому перераспределение нити цитоскелета не только везикулярный транспорт, но и транспорт органелл по клетке. Особенно это важно для хлоренхимных тканей, в которых очень много хлоропласта. Хлоропласта вообще гигантская органелла. Она же одна из самых больших. А активно функционирующих клеток коронхимы может содержаться до 20 хлоропласта. Это много. Это правда очень много. И они должны еще как-то... А там еще должна быть метафон, и желательно не одна. В общем, там большие вопросы. Друг относительно друга, значит, расставить, это тоже вопрос. И в этом, конечно же, помогает нити цитоскелета. Конечно же, они участвуют в отделении клетки. Как они изменяются при метозе и так и далее. Но у нас с вами немножко другая особенность, потому что у нас все-таки растительная клетка, и там в отделении немножко все по-другому перестраивается. Но я вам тоже расскажу. Следующая органелла – это метафондрия. Ну, что вы про них знаете? Это все вы про них знаете. Энергия, дыхание. Там происходит цепь укрепса, электронно-транспортная цепь, последний этап дыхания. У них есть кристы, да, есть внешняя мембрана, внутренняя мембрана. Сразу скажу, что метафондрия не всегда выглядит как продолговатые такие капсулки для употребления. Есть такие таблетки, подаются можно в виде таблеток, а можно в виде капсул. Метафондрия не всегда выглядит как капсулы. Иногда они могут выглядеть как шарики, шарообразной формы. И это может являться сигналом о том, что растения больных. У нас на капсулке есть курс фикопатологии, который нам читают коллеги из кафедры ботаники, больших растений. И я, честно говоря, не знала, но так как я туда сходила, я узнала, что оказывается, в зависимости от того, какое у вас поражение, бактериальное или грибковое, и какой грипп и какая бактерия поражает, уже какой вирус, у вас может меняться анатомическое строение органеллы. То есть не анатомическое, как они выглядят, какая у них форма. То есть морфология органелл будет меняться. Если у вас гигантские, такие здоровые, шарообразные метафондрии, это однозначно все равно, что у вас кто-то что-то жрет. Очень плохо. Это нехорошо. Но если там встречается одиночная шарообразная метафондрия, ну, может быть, мне там что-нибудь поломалось, и сейчас эта метафондрия будет просто полностью деструктурирована. Такое тоже может быть. Так что формы метафондрии тоже очень важно. Дальше. У нее тоже, собственно, геном. Вы это все прекрасно знаете. Следующая наша с вами органелла это пероксисома. Пероксисома – это компармент, в котором происходят процессы, связанные с генерацией активных форм косморода. Ну, правда, у растений есть разный вариант пероксисом. В частности, у растений есть особый тип пероксисом, который называется глиоксисомы. Вкратце, о чем это речь? Мы с вами, как животные, напрямую в одной клетке, в одной ткани жир не можем превратить в глюкозу. Мы это делаем последовательно, в разных тканях иногда даже. То есть, вот вы съели что-то жирное, и в той же клетке у вас это превратилось в глюкозу. Нет, мы, к сожалению, так не можем. Мы можем последовательно, вот так вот. Ну, для нас это оправданно, нам это нормально. А вот растения могут напрямую жир превратить в глюкозу в одной клетке, в частности, при помощи органеллы, которая называется глиоксисома. Там идет особый цикл, который называется глиоксилатный цикл, и там образуется вещество, которое называется глиоксилат. Игра слов. Так как там образуется глиоксилат, вещество, двууглеродное, то цикл называется глиоксилатный, и органелл называется глиоксисома. Глексисома. Игра слов. Глексисома чаще встречается у растений, которые запасают в своих семенах много масла. То есть чаще всего это встречается в прорастающих семенах масличных культур. Если вы подсолнечник, то у вас точно будет глексисома. Понятно, что все растения запасают зелы. Просто речь идет о доле. Вы больше запасаете углеводов или вы больше запасаете жиров. Это ваши стратегии развития. Понятно, что у всех будут глиоксисомы, но просто кто-то сделает их в большем количестве. Кто-то скажет, ну ладно, могу без глиоксисома пойти по-другому, как они сделают. Но у масличных культур при прорастании точно не есть. Дальше с течением времени они метаморфизируются в обычные глиоксисомы или оставляются в этом какие-то ферменты. Ну, по взрослому состоянию они так уже нет, не ценируют. Дальше. У растений в пероксисомах идут процессы синтеза энного количества гормонов. Это и ауксины, и жасмонаты. Так и распад. В это окисление жирных кислот у растений, у животных, немножко в других органеллах это происходит. Ну, а вообще пероксисомы очень вариативны по функции, в зависимости от того, какую клетку мы берем. Следующая наша с вами органелла, это плазмолема. Ну, здесь все понятно, гелипидный слой. Конечно, немножко липидный слой отличается у нас и у растений, но вдаваться в химические подробности мы с вами не будем. Дальше. Если мы говорим про особенности, то у нас отличается жирно-кислотный состав, и из-за этого у нас отличается текучесть. У нас текучесть мембраны может отличаться из-за жирно-кислотного состава. Ну, и, конечно же, так как есть клеточная стенка, а плазмолемы непосредственно контактируют с клеточной стенкой, то все особенности, конечно, у плазмолемы идут еще и от этого. Ну, и все, что связано с клеточной стенкой, накладывают функциональные особенности на плазмолемы. Это понятно. Ну, функции плазмолемы тоже очевидны. Это разоплощение и секреции, но это как барьер. Все барьерные функции, конечно же, ей присущи, Ну, плюс еще накладывают особенности наличные клеточные стенки. Здесь, в принципе, никаких особенностей, ничего нового я вам не рассказала. Клеточная стенка. Вот здесь мы остановимся подробнее. Почему? Потому что, так как мы с вами будем все-таки изучать ботанику, то нам с вами нужно понять, что такое клеточная стенка, какого рода она бывает и какими веществами она может пропитываться. Поэтому здесь я остановлюсь подробно, и вот это надо прям, чтобы зарегло ваше голову, потому что когда дальше на следующих занятиях буду говорить, ну, там вторичная клеточная стенка, вы должны понимать, ага, вторичная клеточная стенка – это вот так, 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 она образуется тогда-то, тогда-то и при помощи того-то, того. Поэтому внимательно. Итак, что такое клеточная стенка? Это, конечно же, каркас, это водный баланс, потому что она все-таки не супер дырчатая, как мы представляем. Это особая история, которая называется рост растяжения, потому что мы с вами умеем расти, только увеличивая число клеток в себе. Да, после деления, конечно, клетка подрастает до материнских размеров, но она не может увеличиваться в два или три раза относительно исходного состояния. А растительные клетки могут, потому что в растительных клетках есть супер кладовка. Я хотела сказать помойка, но это некорректно. Супер кладовка, а именно запасная вакуоле. Если вы безумно разрастите размеры вакуоле, не цитоплазмы, а вакуоле, то она займет у вас большое пространство в клетке, и тем самым вы увеличиваете размеры в клетке в два-три раза. Но для того, чтобы это сделать, нужно разрезать клеточную стенку, у вас образовываются такие два колпачка, потом вы увеличиваете размеры вакуоле, у вас колпачки разъезжаются. Вы сказали так, ага, я хотела увеличиться в два и один раза относительно исходного расстояния. Увеличились, стоп. Дальше вы эти колпачки должны сшить друг с другом. Ну и вышиваете при помощи, соответственно, сфиллозы и так далее. Ну понятно, тех компонентов, которые вставляют клетчатый мастер. Это тоже особый процесс, и вот в растении он есть. У нас с вами здесь него нет. Защита как функция понятна, потому что оболочка, транспорт веществ, потому что, конечно, тоже понятно, это барьер, любые барьерные функции вмещают в эту защиту, транспорт веществ, сигнальные, все это понятно. Из чего состоит клеточная стенка? Вся клеточная стенка состоит из углеводов. В ее составе можно встретить 11 типов сахаров. Я не призываю вас их запоминать. Не надо. Единственное, что вы должны запомнить, это то, из чего состоит самое главное, основополагающая сеть растительной клеточной стенки, которая называется целлюлоза. Итак, целлюлозная сеть, понятно, построена из целлюлозы. Вы должны помнить и знать, что целлюлоза – это полимер, мономером которого является глюкоза, соединенная по бета-1-4 связи. Даже если в силу своего класса, седьмого, например, класса, вы не знаете, что значит вот эти буквы дурацкие, бета и цифры 1-4, ничего страшного, просто запомните это. Вот, не знаю, зазубрите себе где-нибудь. Глюкоза, бета-1-4 связь получается целлюлоза. Почему это важно? Потому что глюкоза может быть мономером не только целлюлозы. Глюкоза может быть мономером и крахмала, но связь там другая. Там альфа-1-4 или альфа-1-6 связь, неважно. Она другая и у крахмала, и у целлюлозы, и у гликогена мономером является глюкоза. Но в зависимости от того, как вы повернете вот эти глюкозу друг относительно другу, у вас получится либо целлюлоза, дерево, да, вот-вот, дерево, либо крахмал, привет, картошечки, картофельные пюре и так далее, очень вкусненько, ничего, нормальный едите. Я не очень представляю, как вы будете есть дерево, ну, такое себе. Но, тем не менее, вы же поглощаете какие-то растительные салатики там и так далее, вы же все равно едите эту целлюлозу, и она у вас не, если вы снять ее очень-очень много, она у вас переваривается суперхорошо, не очень будет, да. Поэтому крахмала нам приятнее есть, нежели чем целлюлоза. Итак, основная сеть – это целлюлозная сеть. Целлюлоза еще раз построена при помощи соединений глюкозы друг с другом по бета-1,4,5. Каждая нить целлюлозы соединяется в микрофибриллу целлюлозы, которая довольно толстая, и эти уже микрофибриллы целлюлозы укладываются в определенной ориентации друг относительно друга. То, как уложены микрофибриллы целлюлозы друг относительно друга, определяет механические свойства клетки, ну и ткани в целом. Есть очень крутое однодольное, название которого я забыла. В общем, у него ягоды, они, знаете, вот цвет металлика. Знаете, иногда машина красит цветометалликом, который особенный. Вот у этого однодольного ягоды такого сине-фиолетового металлика. И этот металлик достигается тем, что у него по-особенному уложены микрофибриллы целлюлозы или макрофибриллы целлюлозы. Вот то, от того, как вы расположите целлюлозу друг относительно друга, вы можете много чего поменять. И это очень важно. И разные токсономические группы это используют. Ну, потому что все в разных условиях уже живут, да. Как происходит синтез целлюлозы? Итак, представим себе, что вот у нас есть плазматическая мембрана. Под плазматической мембраной выстраивается микрофибрилла, микротрубочка, да, табулиновая микротрубочка, на которую, к которой присоединяется гигантский комплекс белковый, который называется целлюлоза синтеза. Это трансмембранный белок. Часть его торчит в цитоплазму, часть его торчит в экстраклеточное пространство. С нижней стороны подходит сахароза, которая при помощи фермента сахароза синтеза, сахароза синтеза присоединяется и входит в состав целлюлоза синтеза, превращается в УДФ-глюкозу, и внутри всей этой конструкции доходит до верхних белков, где УДФ отсоединяется, и в итоге мы получаем и складываем вот эту микрофибриллу целлюлозу. Поэтому едет этот комплекс медленно. Представьте себе, какое количество этой сахарозы должно подойти со стороны цитоплазма, для того чтобы вылезла вот эта вот одна микрофибрила. Едет он медленно. И, соответственно, в зависимости от того, как у нас расположена микротрубочка, в том пространстве, в том направлении наш целлюлоза синтеза будет укладывать эти микрофибриллы. Поэтому что будет воздействовать на эту микрофибриллу? Почему она развернется на 45 градусов левее? Это все определяется генетическими особенностями. Это все будет зависеть от саксономического положения и от того органа, которому клетка будет принадлежать. Поэтому там сложная разная регуляция. Что мы видим справа? Справа это фотографии, которые сделаны при помощи сканирующей электронной микроскопии. Они, соответственно, показывают нам поверхность. Посмотрите, видно, что некоторые микрофибриллы уложены по-другому относительно нижележащих. Вся вот эта вот структура видна. Очень красиво и интересно. Что вот это за дырочки такие? А это плазмодесменные контакты. Про плазмодесмен мы поговорим чуть позже. Микрофибриллы, это, конечно, замечательно. Это такая рельса одна. Рельса – это классно. Только должна быть шпала. Потому что если вы не скрепите рельсы друг с другом, ваш пояс никуда не поднимет. Вот гемицеллюлозы – это шпалы. Это то, при помощи чего целлюлозные микрофибриллы соединяются друг с другом. Сейчас на слайде вы свечите много страшных слов. Вам их запоминать не надо. Давайте просто потихонечку разберемся, что это за страшное слово. Ксилоглюканы или глюкурона, аробиноксиланы. Что это за жесть? Итак, почему гемицеллюлоза названа гемицеллюлозой? Потому что раньше исторически считалось, что гемицеллюлоза – это как бы маленькие кусочки целлюлозы. Но потом выяснилось, что это не совсем так. Да, в основе гемицеллюлоз лежит цепочка из глюкозы, которая связана друг с другом. Вот что здесь глюкоза, что здесь глюкоза. Но у гемицеллюлоза есть ответвление от главной оси. И дальше гемицеллюлозы делятся по тому типу, кто является первым сахаром, присоединяющимся к глюкозе. Это ксилоза, тогда это ксилоглюканы, или это глюкуроны или аробинозы. Да, галуктуруоз. Слово забыла. Я забыла слово. Так, ладно, простите меня, я слово забыла. Либо это глюкуроновые кислоты, либо это аробинозы. И тогда это будет глюкурон, аробиноксилам. Но смысл в том, что да, маномер, та же самая глюкоза, только у нее еще есть хвостики по бокам, это как пушистый ёршик. А зачем нужны эти веточки? Зачем нужны эти ёршики? А потому что гемицеллюлозы связаны водородными связями через вот эти вот веточки пушистого ёршика с микрофибрилованы телевозы. И они должны связываться так, чтобы образовать эту трехмерную сеть. Они должны соединять не только две соседние микрофибрилы друг к другу, но желательно, чтобы микрофибрилу из пятого ряда самую левую крайнюю, вот еще какую-нибудь там с микрофибрилы другого уровня. Чтобы сцепка была сильнее, чтобы эта конструкция была прочнее. Поэтому гемицеллюлозы – это шпалы. Шпалы – это тоже прекрасно. У нас есть рельсы, есть шпалы. Давайте вспомним, что есть еще. А еще вообще-то есть щебень, или не галька, щебень. Щебень, на котором зиждутся рельсы со шпалами. Должна быть подложка. И эта подложка максимально функциональна, потому что если вы эту подложку неправильно уложите, то рельсы тоже куда-то съедут. И неважно, даже если они будут сцеплены шпалами, то ничего хорошего не получится. Вот этой подложкой, этим щебнем являются пектины. Следующая сеть – это пектиновая сеть. Значит, первая сеть – это целлюлозная сеть, вторая сеть – это пектиновая. Гемицеллюлозы, ну, у нас, по крайней мере, в зелых растений, не называются сетью, это как бы вспомогательная компания. Что такие пектины? Тоже страшные слова. Галакторонаны, рамногалакторонаны, а, жуть какая-то. Пектины – это полимеры, мономером которых являются галактороновые кислоты. То есть, в основе пектинов лежат кислоты. А что происходит с кислотами, когда мы помещаем их в водичку? А они могут диссоциировать. От них может отойти протон. И что у нас получится? А у нас получится, что у нас пектины – это заряженные вещества. Вот пектины нужны клеточной стенке, потому что они, в частности, заряжены. Сейчас объясню, почему. Но давайте перейдем к этим страшным словам, которые я вам озвучила. Итак, кто такие галакторонаны? Сразу скажу, пожалуйста, не записывайте это. Даже не пытайтесь запоминать. Я просто хочу, чтобы вы поняли, как строятся страшные названия. Потому что дальше, если вы первый раз слушаете или давно слушали, все забыли, в ботанике много типа страшных терминов и слов. Но если вы спокойно с холодной головой к ней будете подходить, вы поймете, что при аккуратном прочтении вы можете понять, что значит это слово. Потому что часто это основывается, изиждется на латыни, а очень много корней латинских мы все-таки в нашем обиходе используем. Вот так же и здесь. Это звучит страшно, но если потихоньку разбираться, оказывается, что ничего терапического нет. Итак, галуктеронаны – это когда у нас основной цепочкой, в основной полимерной цепочке находятся галуктероновые кислоты. А дальше все зависит, кто к ним присоединяется. То же самое, как у гемицерлоз. Кто первый? Есть гомогалуктеронаны, есть ксилогалуктеронаны, есть рамногалуктеронаны. Кто первый присоединяется? Вторая группа – это рамногалуктеронаны, это когда у вас галуктеронная кислота, галуктероновая кислота, почему их так много почему мы видим здесь 1 2 3 4 фактически 5 вариантов кептинов зачем это а потому что в зависимости от систематической группы функциональная нагрузка на клеточную стенку разная мы же планеты земля очень разнообразно и нужно приспосабливаться каждым условием выживания каждым условием окружающей среды кому-то нужно более жесткая клеточная стенка поэтому у нас три варианта два варианта гемицеллюлоз 5 вариантов кептинов это все будет влиять на то как клеточная стенка будет об этом тоже поговорим чуть позже когда мы будем функции перечислять но запомнили да зачем нужно это разнообразие что систематический групп много мы уже с вами обсудили что пектины имеют заряд и я уже вам озвучивают тот факт что не только эноплазматические ретикулами является депо для кальция кальций является неотъемлемой частью клеточной стенки и в частности он нужен для того чтобы сцеплять пектина друг с другом потому что кальций это двухвалентный ион вот у вас есть цепочка пектина под них цепочка пектина в других ну вот смотрите как здесь вот на рисунке изображено да они могут проконтактировать с друг другом но это как-то сложно простите минус к минусу что-то пошло не так да а у нас есть кальций у нас туда пришел кальций и две цепочки пектина соединились друг другом класс поэтому если у вас в среде выращивание не хватает кальция ваша механическая прочность растения потому что пектина вместо не достает кальция более того как и у нас с вами кальций является вторичным мессенджером поэтому для этой функции кальций можно хранить не только в ппр это тоже удобно но в первую очередь кальций конечно нужен для этого укрепления и еще он нужен для очень интересной штуки для того чтобы образовывать поры но здесь имеется ввиду поры не в ботаническом понимании этого слова где там где позмодесные поля поры перфорации нет представьте себе что у вас есть чистокол из отрицательных зарядов а я например хлор я йон флора я говорю ребят я хочу к вам у меня встречает пептильный чистокол из отрицательных зарядов что я не скажу ну как бы в лучшем случае я скажу а ну ладно но вообще-то растение нужны отрицательные ионы например возьмем нитрат как без него конечно на есть специфические переносчики нитраты понятно да но можно этот уредить чистокол отрицательных зарядов и вот это вот урежение делается при помощи кальция посмотрите вот сюда вниз на нижнюю картину мы так поместили этот ион кальций что у нас фактически образовалась нейтральная дырка там нет заряда и туда могут пройти маленькие ионы ведь не для всех ионов существует специфический переносчик кто-то проникает пассивно частности нет есть конечно переносчики для хора обычно это они работают на вынос потому что растению слишком много хлора особенно засоленых средок существует обычно на вынос не на внос бывает всякое но чаще они заходят пассивно и так что же кептины делают клеточные стенки конкретно по функции определяют размер пор клеточной стенки мы с вами обсудили поверхностный заряд обсудили потому что в основе галлоктероновой кислоты адгезионные ион обменные свойства это все из-за того что заряд дальше формирование середины пластинки определений сейчас покажу как это делать у меня есть красивая картинка фиксирование ферментов клеточной стенки ни один белок клеточной стенки жить не будет если там нет пектинов потому что не за целлюлозу не за гемицеллюлозы пектины зацепиться не могут ну то есть даже если и могут то это будет очень нестабильненько а надо чтобы на пмж поэтому а пектины все белки контактируют клеточной стенки с пектины нет пектиновой сети нет белковой сети в клеточной стенке депо кальций тоже с вами обсудили сигнальная функция понятно и в частности потому что кальций и потому что белки там находится ну и конечно же предположительно не участвует в растяжении клеточной стенки вообще то как происходит рост растяжением там есть несколько вариантов как это происходит но в любом случае явно там участвуют все компоненты клеточной стенки том или и так первая сеть целлюлозная вторая сеть пектиновая и третья сеть белковая еще раз повторюсь гемицеллюлозы как вспомогательный компонент белковая сеть не может существовать клеточной стенки если там не будет пектина но какие белки могут жить в клеточной стенке в первую очередь структурные во-первых нам простите надо чтобы проконтактировала плазмолема клеточной стенки если у вас клеточная стенка вообще никак не будет интенсировать плазмолема это как бы зачем поэтому должны быть структурные белки которые в прямом смысле подтягивают плазмолема клеточной стенки дальше должны быть белки которые обеспечивают транспорт веществ все так и далее это все туда дальше это обязательно ферменты различные петиназы стиразы перапсидазы лаказы все что угодно эти ферменты могут регулировать изменения в самой клеточной стенки например клетка речелом а я хочу вот в этом месте сделать плазмолемое все значит надо локально разрушить клеточную стенку вставить на трубочку и поехали а как это сделать а должны быть фермента клеточной стенки или например меня атакует какая-то непонятная штуковина а у меня есть перапсида за которыми будет сделать перекись а перекись это активная форма кислорода и возможно он сдохнет ля-ля-ля-ля-ля-ля-ля но если не будет этого фермента клеточной стенки ничего мы сделать не сможем вот точно я вам говорила вспомните что у нас есть пять вариантов пектинов у нас есть два варианта гемицурелоз и в зависимости от этого какой вариант какие варианты мы комбинируем друг другу мы получаем фактически два типа клеточных стенок первый тип это который здесь очень современной систематике не совсем точное отношение да потому что здесь берутся такие большие группы которые сейчас систематического положения таксономического не имеют но все равно я подозреваю что вы подозреваете кто к нему относится первый вариант к нему относятся в основном двудольные растения и это такая более жесткая клеточная стенка и там микрофибрилы целлюлозы гораздо более интересных положений друг относительно друг оказываются но для того чтобы они зафиксировались в этом положении вам нужно больше больше пектина больше гемицурелелоз чтобы это все зафиксировать и чтобы не разболталась второй вариант это однодольные милиновые милиноиды вот все эти у них меньше микрофибрилы целлюлозы и они чаще располагаются в одном направлении и это придает с одной стороны большую гибкость а с другой стороны и прочность то что вспоминаем если ты древо вот если ты древо вот это класс а если ты травка вот это тоже очень потому что ты там по тебе бегают футболисты но ты же должен вернуть исходное положение да ты можешь туда у тебя особо методическая структура да у тебя там коленхима все шикарно но мы начинаем от того что у нас немножко другой цвет клеточной стенки и мы можем себе такое позволить потому что если футболисты будут бегать по гороху там возникнут очень большие проблемы это про зеленую кашицу мясо превратится никакого газона не будет ну а теперь давайте поговорим про систематическое про функциональное разделение клеточных стенок и о том когда какая возникает и из чего каждая состоит первый вариант клеточной стенки которые формируются при делении называется межклеточная пластинка в формировании межклеточной пластинки принимает участие аппарат гольджи потому что он межклеточная пластинка состоит из и она формируется определение как формируется покажу вот сейчас значит как происходит формирование межклеточной пластины как бы межклеточные пластинки это уже непосредственно единое целое но для того чтобы она сформировалась нужно образоваться структура которая называется фрагмопласт итак смотрим вот наши клетки у нас уже все разошлось по краям все замечательно а дальше возникает вопрос что а мне как бы разделить пополам все органеллы поделены все поделено но мне нужно провести границу дальше нити цитоскелета начинает выстраиваться поперек соответственно поперек клетки ну кстати и это очень важно потому что они могут выстраиваться поперек клетки а могут продольно и тогда мы говорим о антикринальных и перекринальных делениях про эти термины мы будем говорить на следующем занятии или на после следующем не знаю когда но тем не менее растительная клетка может делиться в любых направлений том-другом как угодно самое главное как будет проходить среди на пластин а как она будет проходить зависит от того как исходно поставится построиться микротрубочки для того чтобы сформировался фрагмопласт и вот представить себе что все-таки мы делимся по эрпентикулярным подольным стенкам у нас выстроились нити цитоскелета но этого недостаточно дальше из аппарата больше начинают приходить визикулы вот видите здесь нарисован начиная приходить визикулы внутри которых содержится прекрасно там содержатся маленькие кусочки пектинов там не геонские длинные полимерные пектины а такие олигомерные куски пектина понятно что там те пектины которые заложены по систематическому положению но это еще не пластинка дальше эти визикулы все-таки уплощаются и начинает постепенно сливаться и дальше в конечном итоге мы получаем полностью слившиеся визикулы друг другом между которыми сформировались пектины потому что по по вот этим микротрубочкам едут ферменты которые сшивали олигомерные пектины выпусти и в итоге у нас выстраивается пиктивная межклеточная пластинка но межклеточная пластинка это не фрагмопласт фрагмопласт это вот когда у нас визикулы с микротрубочками выстрелены в одном процессе поэтому когда вас спросят при помощи чего делается растительная клетка вы должны сказать при помощи фрагмопласта если вы ответите при помощи середины пластинки это некорректно Потому что срединка – это конечный продукт. Ну, правда, вот у наземных растений это прагмопласт, а вот у всякой водорослятин – это кикопласт. Там просто немножко по-другому все происходит, но смысл примерно тоже. После межклеточной пластинки, от межклеточной пластинки, каждый начинает говорить о том, что я хочу замкнутую клеточную стену. Поэтому от межклеточной пластинки внутрь себя они откладывают первичную клеточную стенку. Первичная клеточная стенка всегда очень мобильная, подвижная, гибкая такая история. Почему? Да потому что в ней целлюлозы мало. В ней целлюлозы всего в районе 5%, а все остальное – это пектины. А пектины очень гибкие. Клеточная стенка – это максимально функциональная клеточная стенка. Там белков много, пектинов много. Вообще прям супер. Но целлюлозы мало. Дальше, если мы вспоминаем о том, что мы какая-нибудь, например, коленхима или склеронхима, или какая-нибудь механическая ткань с механической нагрузкой, назовем это так, то мы захотим сделать себе вторичную клеточную стенку. Но вторичная клеточная стенка нужна для определенной функции. Она нужна для того, чтобы стать механически прочной. Зачем нам пектины, если мы хотим быть механически прочными? Да не особо они нам нужны. И тогда доля целлюлозы, целлюлозной сети в этой вторичной клеточной стенке возрастает иногда до 95%. Не у всех. Не правда, не у всех. Но иногда возрастает аж до 95%. То есть вторичная клеточная стенка возникает в определенных плянях по определенному запросу. Не все клетки будут делать вам вторичную клеточную стенку. Иногда говорят о третичной клеточной стенке, но это как бы просто вы вторично докладываете еще раз, еще раз, еще раз. Дальше возникает вопрос, а вот этот термин «срединная пластинка» – это что? А вот тут надо вспоминать ботамический аналовый родик. Потому что раньше говорили о том, что срединная пластинка – это совокупность межклеточной пластинки и первичной клеточной стенки. Сейчас обычно говорят, что срединная пластинка – это и есть межклеточная пластинка. Поэтому мы с вами будем придерживаться более новой терминологии, что межклеточная пластинка и есть срединная. Но помните или хотя бы как-то теперь удивитесь по этому поводу, что все-таки иногда бывает это и не так. А вот теперь давайте смотреть на эту прекрасную замечательную фотографию, которую было сделано в 2011 году. Значит, смотрите, что у нас есть. Вот она у нас – срединная пластинка, или мидл ламелла. От срединной пластинки каждая дочерняя клетка отложила себе первичную клеточную стенку. Видите, она такая толпая. Вот она, первичная клеточная стенка. А дальше, ну, например, какая-нибудь механическая ткань. И растительная клетка решила, что где мы знаем вторичная клеточная стенка. Вот она, соответственно, вторичная клеточная стенка. Может быть, там еще и третичные наслоения, но это не важно. Так вот, очень часто под клеточной стенкой понимают совокупность, например, первичная и вторичная клеточная стенка, или только первичная. А срединную пластинку не включают, потому что срединная пластинка – это общая между двумя клетками. Вы не можете ее пополам поделить. Она единая между ними двумя. Поэтому по факту клеточную стенку она не включает. Но помним, что срединная пластинка состоит из пектинов. А образовалась она при помощи формирования такой структуры, которая называется фрагмопласт. А вегзикулы по фрагмопласте идут из аппарата Гольджа. Вот, давайте посмотрим. Эта фотография сделана при помощи трансмиссионной электронной микроскопии. Тем – это моя фотка, я ее сама делала. Это, по-моему, я работаю с мутантами горох. Да, по-моему, это горох. В общем, смотрите, вот такая вот клеточная стенка. Это мутантное растение, но неважно. Самое интересное, что здесь показано. Стрелочками здесь указаны плазмодесмы. Я уже говорила, что плазмодесмы – это особый тип клеточного контакта. Фактически это дырка, которая пронизывает насквозь все эти слои клеточных стенок двух соседних клеток. Просто сквозная. Но она не может быть бесконтрольной. Внутрь нее вставлена особая структура, которая называется тазмодрубочка. Но это фактически граница такая. Потому что вы должны контролировать, клетки должны контролировать, что между ними гуляет. Так вот, стрелочками показаны здесь плазмодесмы. А вот эти вот кружочки – это визикулы, которые транспортируются через эти плазмодесмы между двумя растительными клетками. Вот. Собственно, я поймала две клетки на стадии активнейшего визикулярного транспорта друг между другом. Вот. Так что как-то так. Дальше. Что у нас дальше? Следующая наша фотография показывает частичное формирование этих первичных поровых полей. Когда у нас плазмодесмы собираются в группы, которые расположены очень-очень близко друг к другу. То есть если на предыдущей фотографии они у нас более или менее равномерно расположены по всей длине, то на этой фотографии мы видим, что явно здесь вот как-то сосредоточилось много плазмодесм, здесь сосредоточилось много плазмодесм, а другие участки активно утощены. То есть здесь явно уже вторичная клеточная стенка, такая, наверное, вторичная клеточная стенка. Я уже, честно говоря, не помню. Но, тем не менее, вот такое вот бетоническое обоснование. Чем может пропитываться клеточная стенка? В первую очередь, конечно же, лигнином. Процесс лигнификации приводит к одревеснению. То есть, если мы клеточную стенку пропитываем лигнином, то наша ткань превратится в дерево. Самое интересное, что лигнины действительно пропитывают в истинном филологическом понимании этого слова клеточную стенку, потому что они вытесняют пектины и геноцеллюлозы. Они прям пропитывают клеточную стенку, потому что два других наших участника, суберин и ликутин, они не пропитывают в этом понимании слова. Итак, лигнин вытесняет пектины и геноцеллюлозы, поэтому максимальным образом у нас одревесневает срединая пластинка и первичная клеточная стенка. То есть, вторичная клеточная стенка практически никак не трогает. Сейчас семиклассники должны будут закрыть глазки, ну так вот, слегка приоткрыть, один и так посматривать. Ой, какая страшная штука! О чем я хотела здесь рассказать? Дело в том, что лигнины по своей принадлежности к группам соединения относятся к пенольным соединениям. И, в частности, в основу лигнина ложится три спирта. Они образуются из оксискоречных кислот, но, тем не менее, у нас есть паракумаровый спирт, комфериловый и синаповый спирт. Короче, вот эти вот три формулы внизу. Но вся фишка в том, что соединять их друг с другом можно по пяти разным положениям. Здесь, здесь, вот сюда. И получается, что у нас как бы три молекулы, которые можно полимеризовать пятью разными способами. И поэтому сказать, какая формула лигнина, невозможно. Их гигантское количество. Понимаете? Вы можете сделать раз, два, три, пять спирт, по-моему, три других. И все зависит от систематической группы. Поэтому в основу лигнина у нас ложится вот эти вот три спирта. Но и вариантов их комбинирования такое количество, что сказать, какая формула, это, конечно, не важно. Но мы знаем их функции. Зачем нужен лигнин? Лигнин не пропускает воду. Это прекрасно и это интересно, если вы какая-нибудь механическая ткань. Да, вы не пропускаете воду, и лигнин однозначно придает жесткость. Но есть ткани, для которых нужно нежелательно проникновение не только воды. А в идеале, чтобы не проникали и газы тоже. И тогда на помощь нам приходит суберин. Суберинизация приводит к процессу опробковения. Что такое опробковение? Ну, все пробки, наверное, видели, да? Там, конечно, не пропомеханическую просьбу. История, самое главное, чтобы не проникали газы. И тогда мы говорим про подоречную покровную ткань, мы говорим, например, про выстилание каких-нибудь поверхностей, так и далее. Потому что наше следующее вещество, кутин, очень похож на суберин. И кутины, и суберины – это жироподобные вещества. Они отличаются просто жирно-кислотным составом. В кутины больше фируловой кислоты. Ну, в общем, по сути, они очень похожи. Они, еще раз, не пробитывают клеточную стенку. Они начинают откладываться либо самым внутренним слоем от клеточной стены, да? Либо, если мы говорим про кутин и про кутиновый слой кутикулу у эпидермы, то, соответственно, самым наружным слоем. В зависимости от того, какую стенку клеточной оболочки мы хотим, клеточную стенку, простите, мы хотим суберинизировать. Потому что есть же клетки, которые суберинизируют не все свои стенки в трехмерном пространстве. Например, нужно только вот эти две, которые граничат, условно говоря, с воздухом. Или нужно вот эти вот три, которые граничат с непонятными клетками вишклей. Еще раз, суберин у кутины нужно для того, чтобы не высохнуть и не пропускать лишние газы. И это очень оправданно, например, для эпидермы. Потому что весь газообмен, контроль газообмена идет через устицу. А если у вас все эпидермальные клетки пропускают газы, то зачем нам устица тогда? А мы должны контролировать газообмен. Это должен быть контролируемый процесс. Поэтому эпидермальные клетки и на стебле, и на листьях кутинизируются. И очень часто не просто кутинизируются, а сверху кутина кладется еще какие-нибудь эпидекутикулярные воска, чтобы вот на 100% никакой газ не проникли. Потому что это важно. Потому что растение должно контролировать свое воздание. Это будет зависеть от циркадных ритмов, это будет зависеть от светопериода, это будет зависеть от вегетационного периода, это будет зависеть от систематической принадлежности. Так что вот так. Плазмодесма. У меня все-таки есть этот свайп, я забыла про него. Ну ладно. Итак, плазмодесма. Как я уже говорила, это с одной стороны дырки в клетчатых стенках, а с другой стороны это контролируемый транспорт. Поэтому внутри плазмодесмы находится пилковая десмопробочка, через которую происходит контакт двух соседних клетчатых. Но растения не были бы растениями, если бы у них было все так просто. Что получается? Через плазмодесму у нас едиными оказываются плазмолемы. То есть по факту плазмолемы – это единая протяженная оболочка между двумя клетчатых. Едиными оказываются цитоплазмы, потому что десматрубочка не полностью занимает весь объем плазмодесмы. Поэтому цитоплазмы оказываются сообщающимися сосудами. И самое интересное, что через десматрубочку едиными оказываются эндоплазматические ретикулы на двух соседних клетках. А мы вспомним, что эндоплазматические ретикулы, особенно гладкие, есть вырос наружные мембранные ядра. И в потенциале через ЭПР могут передаваться сигналы от ядра одной клетки к ядру другой клетки. Поэтому в физиологии растений, ну и в ботанике тоже, есть особый термин, который называется симпласт. Это единое пространство двух соседних клеток, соединенных через плазмодес. Потому что это, еще раз, это не просто дырка, это функционально значимый транспортный узел, который, если надо, скажет соседней клетке, что мы быстро должны закрыть всех плазмодесом, потому что у нас не делается гроза, а вот предыдущая клетка задает себя в жертву, чтобы погибла, чтобы и она погибла, и желательно погиб в потенциале. Потому что растения так делают. Если десматрубочка была бы просто дыркой, это было бы очень глупым. А растения не глупые создания, поэтому они все-таки так умнее делают. Дальше. Другая сеть, образованная именно единым пространством клеточных стенок и межклетников, это апопласт. Потому что, когда мы говорим про транспорт веществ по растению, и мы будем об этом говорить, когда будем разбирать корень, то очень важна последовательность тканей, которые мы встречаем. Почему после паренхимопервичной коры у нас есть эндодерма? Зачем нам нужна эндодерма? И вот мы, конечно, вспомним эти термины. И сейчас мне очень важно, чтобы вы запомнили эти термины, потому что я часто к ней буду обращаться. Так же часто, как я буду обращаться к термину, который звучит так – протопласт. Протопласт – это растительная клетка, лишенная клеточной стенки. Потому что при формировании тех или иных тканей я буду разделять формирование клеточной стенки и то, как будет вести себя протопласт. Вот, кстати, слева – это культура выделенных простопластов. Вот, кстати, у нас ребята, сейчас у нас параллельно идет малая практика на кафедре, и вот, по-моему, сегодня, да. Сегодня ребята выделяют протопласты. Это воздействие особыми ферментами, которые, понимаете, должны полностью разрушить клеточную стенку. И вот они видят в микроскоп такие вот зеленоватые шарики. Но, как вы понимаете, растительная клетка говорит, а, я голая, мне срочно нужна клеточная стенка, а, что делать? Поэтому быстро уже, например, примерно через 20 минут начинают делать себе новую клеточную стенку. И здесь, конечно, им хватает сил. Вот, но вообще культура протопластов, поведение культуры протопластов, то есть, когда вы заставляете растительные клетки постоянно вывести клеточные стенки, это особые научные приемы. Потому что при помощи этого можно исследовать и то, как формируются на клеточной стенке, и при помощи этого можно сделать хилерные организмы в частности. Очень интересная история. Вот. Ну, а функция клеточной стенки вы и так все знаете, все замечательно. Дальше. Букулярная система. Что такие вакуоли? Зачем они нужны? Самая главная функция вакуоли, главный вакуоли, про которую вы всегда вспоминаете, когда говорите про различие растительной клетки от животных, это, конечно же, запасающая вакуоль. И основная цель создания вакуоли, в частности, это дешевый способ увеличения клеток. Мы частично с вами об этом говорили, когда рассказывала я вам пару с растяжением, потому что нагнать воду в вакуоль очень просто. Нельзя разбавить цитоплазм. Еще раз, цитоплазма – это функционально значимый компартнент. Там ни одно вещество просто так не находится. То, сколько, например, восстановленных эквивалентов или окисленных восстановительных эквивалентов там находится, это является сигнальной функцией. Сколько каскадов запущенных разных механизмов там встречается. Взять и разбавить все это дело водички нельзя. Вы измените взаимное положение фермента и вещества, которые должны с ним взаимодействовать. И тогда у вас затормозится скорость ответной реакции. Нельзя разбавлять цитоплазм водой. Но нам нужно расти растяжением. Кого можно разбавить? Вакуоль можно разбавить, потому что это кладовка, не помойка, кладовка. Дальше еще важное. Мы с вами уже говорили, что в клетке есть два типа вакуоли. Это запасающие вакуоли и литические. Они отличаются и размерами зачастую, количеством. А самое главное, они отличаются ферментным составом. И в итоге, как следствие, они отличаются плаш. У литических вакуоли кислый плаш. И, соответственно, те ферменты, которые там живут, имеют оптимум плаш кислый. А запасающий – это примерно такой нейтральный плаш. Но есть одно но. Если мы говорим про запасающую вакуоль, очень часто вы туда запихиваете что-то против его воли. Как говорится, против воли местного населения. А что делать? А вам нужно энергизовать мембрану. Вам нужно иметь такой механизм, при помощи которого вы активно можете запихивать что-то в вакуоли. У вас должен быть какой-то источник энергии, при помощи которого вы можете переместить одно вещество в другое, в другой компартмент против градиента концентрации. И тогда получается, что у нас есть особый вид энергизованной мембраны, а именно мембрана вакуоли, который называется тонопласт. Именно поэтому физиологи растений и ботаники придумали отдельный термин для растительного поля, простите, для мембраны, запасающего поля – тонопласт. Потому что она особая. Там содержатся особые, например, атеифазы. Там буквально атеифазы. Там содержатся особые ферменты, которые называются пирофосфатазы. То есть это особая структура. Поэтому она заслужила отдельного термин. Тонопласт. Тоже запомнили. Ну, какие функции вакуоли? Хранение, лизис, защита от патогенов, пигментация. Это все замечательно. Давайте поговорим про защиту от патогенов. Это что не факт, что мы потом к этому с вами вернемся, потому что это уже не в курсе ботаники. Скорее мы будем с вами обсуждать, если будем. А уже в рамках физраста физиологии растений. Смотрите, растительные организмы очень часто прибегают к следующей хитрости. Вакуоле хранится, например, какое-нибудь вещество, предшественник. А в цитоплазме хранится фермент. Когда по какой-то причине происходит нарушение целостности растительной клетки, например, кто-нибудь кого-нибудь ест, фермент встречается с предшественником. Он этот предшественник как-то метаморфизирует. У нас получается активно действующее вещество. Токсичное, летучее, неважно. Вот, в частности, цианогенные гликозиды. Ой, такая гадость. Цианогенные гликозиды. Или, например, полифенольные соединения. Вот у нас есть полифенольное соединение и фермент, который называется полифенолоксидаза. Мы нарушили целостность клетки. Полифенолоксидаза получила доступ к кислороду. И начинает отщеплять от полифенола по маленькому кусочку. Маленькие кусочки окрашиваются в коричневый цвет и являются ядовитыми. Причем, знаете, это ядовитые такие, широкого спектра. Но такой же механизм используется, например, для каких-то более точечных... Вот, например, чтобы яд был конкретно против насекомых, да, для точечного ядовитого ядерного воздействия. Или в уколе может храниться просто уже ядовитое вещество уже в своей активной форме. Но самое главное, чтобы оно не попадало в стопласт, да. То есть тут разные варианты. Самое главное, чтобы корр принимает активное участие вот в защите от патогенов и травоядных. Спрашивают, когда конец. Вот странно, у меня тоже вообще-то открытый YouTube, но у меня почему-то это все не прогружается. А мы закончим через 10 минут. Я быстро. Тут осталось совсем чуть-чуть. Так, ну, а все остальное более или менее понятно. Произолирование и детоксикацию, ну, опять же, в уколе не только запасное вещество, но и запасающее в уколе, но и такая кладовка, по-моему. Ну, и последнее, о чем мы с вами поговорим, это пластиды. Это прекрасно. Пластиды прекрасны. И все филозеологи растений пластиды нежно любят. Основной пластиды, естественно, является парапласт. Структуру парапласта вы все прекрасно знаете. Вот здесь вот как бы схемка. Здесь у нас трансмиссионная электронная микроскопия, как это все выглядит, все красиво, замечательно. Патасинтез, трома, люмен, тимофоиды, граны. Все, знаете, в школьном учебнике более-менее все это нормально расписано. Но есть и куча других пластин. То, что мы сейчас будем скоро с вами наблюдать, это формирование хромопластов. Хромопласты очень часто формируются из хронопластов. Там накапливаются каротиноиды. Видите, такие прям гранулки, рыжий, оранжевый, красноватый гранул. Дело все в том, что каротиноиды – это твердые вещества. Когда их собирается достаточное количество, они в кристаллы формируются. Они собираются в кристаллы, поэтому эти гранулки – это кристаллы твердого вещества. Просто для меня это было удивительно, поэтому каждый раз, когда я об этом рассказываю, у меня такая глуповатая улыбка. Мне это правда было удивительно. Но тем не менее, да, каротиноиды – это твердые вещества. Дальше. Для того, чтобы сформировалась хлоропласт и какая бы то ни была угодная пластида, в меристоматических тканях есть особый тип пластида, который называется пропластида. Ну, тут по названию все понятно. Следующая функциональная пластида, очень важная, – это лейкопласт. Корректнее сказать так, что лейкопласт – это функциональная пластида корней. Или нет, не так. Это функциональная пластида гетеротрофных тканей, в которой, в частности, может происходить частичный синтез изогреваемых. А теперь давайте я расшифрую, что я сказала. Хлоропласт участвует не только в синтезе. Очень важные этапы элементов, очень важные этапы поглощения азота и серы, в частности, происходит в хлоропласте. Но эти этапы должны проходить не только в листе, они должны проходить и в корнях. А где взять функциональную пластиду в корнях? А вот вам лейкопласт. Поэтому лейкопласт – это функциональная пластида гетеротрофных тканей, в которой, в частности, может происходить частичный синтез изогреваемых. Это не означает, что лейкопласта нет в стебле. Есть, но просто его будет меньше, и там основная нагрузка будет на хлоропласт. Ну, а вообще они могут переходить. Следующая группа пластид – это те пластиды, которые специализируются на накапливании элементов, причем на накапливании еды. Можно запасать углеводы, можно запасать жиры, можно запасать белки. Если ты запасаешь углеводы, то, в частности, ты запасаешь крахмал, значит, ты амилопласт. Амилопласт, потому что термин, расщепляющий крахмал, называется амилазовый флот, поэтому ты амилопласт. Если ты запасаешь белки, то ты протеинопласт, если ты жиры, то ты олеопласт или элайопласт. Ну, там, не важно. Особый вид пластиды – это если растение по какой-то причине начало свое формирование и становление как нового организма в отсутствии света. Ну, бывает такое. Ну, правда, бывает. И тогда формируется недохлоропласт. У него все есть. У него есть такая штучка, которая называется проломиллярное тело. Вот эта вот штука, которая, как сетка радится, выглядит, называется проломиллярное тело. То есть там собраны все уже липиды для того, чтобы сформировать эстилокоиды граны, но нет самого главного. Нет сигнала света. Нет сигнала о том, что я вообще смогу фотосинтезировать. Зачем собирать функциональный хлоропласт, если ты не знаешь, что у тебя будет свет? Придет свет, и этиопласт превратится в хлоропласт. Быстро. За день точно все этиопласты превратятся в хлоропласт. Такое и меньше. Но нужен сигнал. Растение должно быть уверено в том, что оно служит синтезировать. Вот такой этиопласт. Ну и есть еще один тип пластиды. Это знаменитая картинка, которая показывает, как они друг друга перерождаются. На самом деле есть еще один тип пластида, он здесь не указан. Это геронтопласт. Ну, геронта – это старение. Любая пластида просто так, простите, помереть не может. Во-первых, надо из нее изнять все возможные вкусняшки, которые можно. Во-вторых, если ты хлоропласт, тебя нужно просто так, нельзя остановить. Нельзя просто взять и вырубить рубильник. Надо последовательно запустить серию каскадов, которая приведет к остановке фотосинтеза. И это непросто. Поэтому стареющую пластиду называют геронтопласт. В принципе, функции пластида тут более-менее все понятно. Фотосинтез, синтез. Ну, то есть там из названий все более-менее понятно.